И большинство россиян одобрили предложенные Путиным меры по поддержке населения. Обхохочется. Большинство россиян не знают, но они пытаются доказать, что знают об этом все, что слышали 88% по 70% следили за выступлениями Путина. 70% следили за выступлениями Путина. Обхохочется. Где же это они следили? Вице-премьер России Татьяна Голикова в российской Минздрав прокомментировал статью газеты Financial Times. Ну да, по поводу 70% мы говорили, вчера такая статья вышла, что в России на 70% больше умерших от коронавируса, оказывается, по-разному считают. Я так понимаю, что Голикова даже не скрывает, что считают по-разному. То есть, в России считают, если человек болел коронавирусом, а умер от пневмонии, то значит, он умер от пневмонии. Ага, на Западе, что он умер от коронавируса, даже если у него почки вдруг встали, потому что очевидно, что причиной стал коронавирус. Если пользоваться методом Голиковой, то вообще все люди умирают только по двум причинам. Да, то есть, остановка сердца и остановка дыхания. Тогда можно так и писать, что умер от остановки дыхания. Все. И вот будут две позиции. То есть, у кого там рак, коронавирус, все что угодно. Умер от остановки сердца. Умер от остановки дыхания. Прелестно. По состоянию на 13 мая в России общее число выявленных случаев коронавируса достигло 242 271 человек. Умерли 2212 пациентов. То есть, побольше нарисовали число. Выздоровели 48 тысяч. Число умерших нарисовали вдруг внезапно побольше. В России увеличилась смертность от алкоголя во время пандемии. Понятно, что люди бухают. Что им еще делать? Поэтому, даже если эта цифра, которую они рисуют, притянута за уши, все равно, чисто по логике, обязательно смертность должна увеличиться от алкоголизма. И интересно. Ставшие причиной пожаров аппараты ЭВЛ произведены на одном заводе. Вот, оказывается, в России временно перестали использовать новейшие ЭВЛ АВЕНТО-М. Вот такие ЭВЛ, которые отправили и в Америку, и везде, и в Италию, оказывается, они взрываются. То есть, происходит короткое замыкание. А в аппарате находится кислород. И этот кислород бабахает. И очень сильно бабахает. Пусть, на ваш взгляд, когда в России закончится пандемия? А когда Путину это надо будет, тогда она и закончится. Вы же понимаете. Потому что пандемия не имеет значения. Имеет значение воля фюрера. Скажут им, он же начал пандемию. Как она началась в России, пандемия? Вышел Путин и сказал, что в России все болеют. Ну, или там могут заболеть. Или там эпидемия началась. Все, сразу началась эпидемия. Так же она и должна закончиться. Так же он. Продолжение следует...